добрый день дорогие друзья с вами автосалон про тюнинг и меня зовут игорь сегодня мы с вами рассмотрим mercedes glee 2022 года и прежде чем мы начнем хочу вам напомнить что у нас есть не только сеть автосалонов в многих городах с нашей страны это краснодар москва и ставрополь а и также сеть тюнинг центров и сервисов по ремонту автомобилей так что полный комплекс услуг от подбора покупки автомобиля его дооснащения тюнинга который ограничивается только ваши фантазии и ремонта мы можем обеспечить внутри нашей компании теперь переходим к обзору это mercedes glee в самом последнем кузове который имеется 2022 года в очень красивом черном obsidian black цвете который прекрасно как я думаю смотрится на мерседесах именно такой черный цвет добавляет им роскоши брутальности особенно сочетании с этим хромом еще и показывает роскошность данного автомобиля на машине у нас всего 1200 километров пробега она в идеальном состоянии по комплектации у нас здесь как видите имеется амг пакет это измененная передняя часть у нас такой более красивый выраженный бампер фары у нас установлены led это не максимальные фары мультибим который имеется на mercedes но они тоже обеспечивают очень хорошую видимость на любой дороге в любых погодных условиях на автомобиле установлены 20 колесные диски оригинальные mercedes и что мне лично нравится то что они идут у нас в черном глянцевом цвете с полировкой лицевой части очень контрастно смотрится потому что на многих мерседесах чаще всего это делается так что у нас идет серый цвет с собственно той самой проточкой и не получается такого контраста и кстати в наших тюнинг центрах можно тоже сделать такую же услугу если у вас mercedes который идет с такими дисками с серым цветом можно сделать их более контрастными благодаря покраске у нас есть также алмазная проточка дисков то есть они будут абсолютно как новые но в более стильном контрастном исполнении на автомобиле у нас полностью исполнена атермальное остекление это очень такая незаметная функция но очень полезная потому что в летнее время года особенно черные машины имеют свойство очень сильно нагреваться в салоне когда они стоят у нас на парковке в ожидании своей поездки краски атермальное остекление пропускает ультрафиолет внутрь салона и благодаря этому вы селитесь более-менее прохладный автомобиль нежели если бы он был без этого собственно остекления и под лобовым стеклом мы еще видим камеру который у нас выступает в роли видеорегистратора штатного заводского то есть эта функция здесь также предусмотрена смотрим чуть выше у нас имеется панорамная крыша тоже вплоть от передних ряда сидений до заднего то есть прям до этой части через всю крышу она проходит не как на некоторых автомобилях которые заканчиваются чуть дальше второго первого ряда собственно самих сидений на крыше у нас имеется еще и рейлинги автомобиль у нас не маленький он может вместить себя большое количество вещей которые вывозите с собой но несмотря на это можно еще и поставить дополнительный багажник на рейлинге увезти еще больше того что вам необходимо в далекую поездку переходим далее зеркала у нас имеют себе камеры кругового обзора то есть опять же для таких автомобилей это обязательная функция я считаю потому что размеры габариты у нас немаленькие и в трудных местах в очень узких улочках бывает сложно проехать либо припарковаться это прям обязательная функция чтобы с удобством парковаться в таких местах хромированные молдинги проходят у нас по оконной линии и тоже можно обратить внимание что они в идеальном состоянии а мерседесов есть такой нюанс что при некачественной мойки плохой химии либо неправильно выполнен процесс технологической мойки они могут со временем страдать немного мутней если вдруг опять же при покупке данного автомобиля либо у вас другой мерседес этих же годов этих же кузов его предыдущих кузовов вы можете спокойно приезжать к нам на мойку на улицу уральскую 35 в городе краснодар и выполнять качественную трехфазную мойку чтобы эти элементы и в целом лакрасное покрытие ваша автомобиля не царапалась это очень важно хотя и не так очевидно на первый взгляд переходим далее по машине у нас имеется бесключевой доступ на всех дверях тоже это в таких автомобилях такого уровня это должно быть во всех потому что как мы знаем китайские производители даже премиум сегмента не всегда добавляют бесключевой доступ на все двери тоже мелочь но это важно это приятно когда даже это здесь учтено в задней части у нас тоже имеется большое количество хрома на крышке багажника логотип mercedes боковые шильдики снизу диффузор у нас идет полностью хромированный и насадки выхлопа которые находятся по обе стороны тоже у нас имеют обравление из хрома из дизайнерских таких решений которые здесь очень интересны то что да понятное дело у нас машина обновленная она уже более похожа на своих собратьев по классу именно в линейке mercedes но что интересно что фонари у нас заведены прям на боковую часть на крыло туда это визуально расширяет заднюю часть автомобиля делает его таким более агрессивным массивным и тут же в боковой части у нас выведены фальш воздухозаборники в общем по дизайну автомобиль очень хорошо сбалансирован и очень красиво сделан открыв багажник мы видим что у нас здесь имеется полочка которая отграждает пространство багажника от остального салона как я уже говорил это элемент пассивной безопасности то очень не очевидная такая вещь но она нужна в автомобилях такого типа в которых багажник у нас совмещен с кузовом с салоном автомобиля сам багажник достаточно просторный сюда очень много вещей поместится по бокам у нас имеется сеточка для хранения различных мелких вещей по низу всего багажника у нас идут крючки чтобы можно было зацепить все вещи которые вы перевозите с собой и в правой части в стенке у нас имеется еще и прикуриватель чтобы есть вдруг вы приводите с собой какую-либо технику вы могли ее здесь же подзарядить открыв подпол мы здесь видим стандартно запасное колесо который у нас здесь не полноразмерная комплект для замены самого колеса ключи домкраты и так далее и знак аварийной обстановки то есть все что необходимо в чрезвычайной ситуации на дороге здесь в этом автомобиле уже заложено и есть в комплекте перемещаемся салона что мы здесь видим это уже узнаваемый дизайн кроссоверов mercedes вот эти вот ручки на центральной консоли сиденья которые у нас идут из двух видов кожи такое очень сильно с большим тиснением и собственно чуть поменьше и выраженными боковыми частями и поддержкой собственно людей которые здесь сидят в самом салоне большое количество кожи на центральной консоли на сидениях руль приборная панель пар пресс у нас выполнена полностью из кожи на самом деле как многие говорят что бывает mercedes плохо шьются здесь честно скажу такого нет строчки у нас все ровные нет каких-либо мест куда бы мог зацепиться глаз до нюансов до мелочей которые здесь плохо исполнил в этом плане все отлично помимо кожи у нас здесь есть вставки из дерева тоже на центральной консоли на парпризе на нижней его части на дверях в общем все очень хорошо сочетается салон у нас очень сдержанность балансированный черная кожа с белой строчкой и темное дерево очень хорошо это все смотрится руль у нас выполнен тоже полностью из кожи то есть его обод центральная часть сам сигнал и контрастные вставки из черного глянца и матового алюминия на органах управления руля у нас имеются стандартно слева управления круиз-контролем справа управления магнитовой то есть голосовое управление так далее это все у нас здесь есть и за рулем находятся еще и лепестки переключения передач смотрим за руль за него у нас имеется стандартная для всех mercedes of в новом поколении кроссоверов совмещенная приборная панель и мультимедиа в один экран все у нас электронная то есть настраивается различные можно выбрать органы управления их стилистику дизайн и так далее в мультимедиа систем у нас естественно все функции которые необходимы также имеются карплей android авто навигация и так далее все это можно настроить и собственно саму машину тоже и режимы езды переходим чуть ниже имеется блок управления климат-контролем то есть тоже все достаточно понятно очень статусно сделано на самом деле эти кнопочки тоже из матового алюминия очень дорого смотрится и выглядят под ними у нас находится центральный консоль которая говорил у нас сделано с вставкой из дерева если мы откроем карман у нас имеется здесь беспроводная зарядка для телефона и два разъема type-c для зарядки различных устройств два больших подстаканника собственно в этой же нише у нас здесь расположены чуть выше есть мы переместимся у нас имеется touch панель для управления мультимедиа системы которая управляется как с touch панели на центральной консоли так из экрана то есть прикосновение к нему тут же у нас находится большое количество кнопок настройки автомобиля его режимов езды и так далее чуть ниже touch панели у нас есть небольшой кармашек для того чтобы вы могли сложить сюда свои ключи чтобы не искать постоянное место куда их положить в салоне а прям отдельное место для них у нас здесь имеется открываем подлокотник тоже классический стиле mercedes открывается у нас две стороны еще один а я избитой psy разъем для зарядки техники и снизу у нас тут большое место для хранения различных вещей которые перевозите с собой перемещаемся на задний ряд как видите сам за собой я сижу с достаточно большим простором сиденья не двигал специально чтобы проверить насколько много здесь место сзади и действительно с комфортом абсолютно любой человек и дома здесь разместиться и будет ехать дальнюю дорогу абсолютно не переживаю о том что что-то направится в коленке в виде сиденья переходим далее из удобства на здесь имеется два подстаканника в подлокотнике стандартно usb type-c разъем отдельная ниша которая выдвигается с этим разъемом это две штуки и полочка для хранения тоже различные мелочи аксессуаров вещей и сверху нее еще одна полочка небольшая ну я думаю сюда поместится наверное очки что-то в таком размере таких габаритах и еще одна из главных вещей в салоне то автомобиля как видите по накладочкам музыкальной системы это бурмистр то есть максимально сочный громкий звук здесь сто процентов обеспечен под капотом у нас установлен дизельный двигатель 2 литра мощностью 249 лошадиных сил что это нам говорит то что в наших реалиях когда автомобили пригоняются из разных стран и они не заточены официально под россию под наш налог 250 лошадиных сил в этом случае у вас будет снижен налог чтобы тут будет тоже являться небольшим плюсом при покупке данного автомобиля эту машину вы можете посмотреть по адресу город краснодар улица российская 263 в нашем автосалоне про тюнинг еще хочу напомнить что у нас имеются автосалоны в других городах это москва и ставрополь и тюнинг центры в городе краснодаре где вы можете сделать свой автомобиль таким как вы его видите любые дооснащения любые доработки абсолютно без проблем устанавливаются в наших тюнинг центрах и наши сервисы по ремонту автомобилей тоже в городе краснодаре в которых можете произвести обслуживание либо ремонт вашей любимой машины и не забывайте подписываться на канал чтобы не пропустить следующие видео